всего три с половиной года это служение иисуса христа здесь на земле началось оно когда ему исполнилось 30 лет и мы говорим полнота возраста христова когда приходит 30 лет человек имеет право стать священником иисус не мог стать священником раньше чем написано в его собственном законе что в 30 лет поэтому дождавшись 30 лет иисус вступил на это служение он пришел я на крестителю который крестил и говорил приготовьте путь господу выравните стези ваши и в это время люди приходили каялись на иордане исповедовали свои грехи и готовили путь господу и вдруг и он говорит вот идет агнец тот самый который будет заклан за весь мир и за грехи его я не достоин развязать ремни на его сандалях толпа раступилась идет иисус он заходит воды направляется к иану крестителю который стоит в воде он подходит нему и говорит крести меня и она взывает нему говорит господи это я должен креститься у тебя а иисус ему горит истина должна исполниться до конца крести и иан будучи человеком кресть крестит самого иисуса христа сына божьего и с этого момента начинается служение иисуса и люди увидели как голубь сел на плечо иисуса христа как дух святой сошел телесно чтобы все увидели и был глаз неба глаголящий сей сын мой возлюбленный его слушайте и началось служение иисуса христа и он исцелял освобождал людей от бесов воскрешал мертвых но больше всего он проповедовал евангелие всему творить он всем говорил о том что необходимо принять его как сына божия чтобы уверовать в него и получить спасение и народ ходил за ним тысячи десятки тысяч людей как-то собралось около 7 тысяч человек и дальше библия горит не считая женщин и детей сколько же было там которые пришли слушать иисуса христа если только 7 тысяч было мужчин то есть ли женщинами женами своими и с детьми то в три или четыре раза больше представьте себе толпу в 28-30 тысяч человек это огромный современный стадион футбольный и эти люди пришли услышать иисуса христа он посадил их на траву и сказал а сейчас вас надо накормить и ученики опешили как накормить такую толпу в 30 тысяч в двадцать пять тысяч человек а иисус еще и говорит вы дайте им есть господи у нас ничего нет кроме нескольких хлебов и нескольких рыб а он говорит этого достаточно берет хлеб и эту рыбу возносит над своей головой и просит у отца благословения и после этого сказано что накормил всех и еще и осталось и собрали 12 коробов и люди никогда не видели таких чудес и они говорили истинно он сын божий никто не может делать таких чудес какие делает он или ухать люди ходили за ним и вдруг иисус говорит такие странные слова если вы не будете есть мое тело вы не можете войти в царствие божие если вы не станете пить мою кровь вы не войдете в царствие божие евреи которые никогда себе не позволили есть нечистого они не или свинину они не ели других животных они или только то что разрешено законом вдруг слышат как тот кто написал закон и называет себя сыном божиим говорит им если вы не будете есть мое тело вы не войдете в царствие больше если вы не станете пить моей крови вы не войдете в царствие божие и в этот момент тысячи людей сказали как это можно слушать что это за странный человек и что странный он влагает в уши наши как это можно пить кровь человеческую и есть человеческое тело и он говорит нам что мы должны это делать после того что мы видели и слышали мы вдруг слышим о том что мы должны есть его тело и люди начали вставать и выходить и люди разворачивались и уходили брали детей на руки мужья брали своих жен разворачивались и уходили и так один за другим один за другим они вставали и уходили оставляя иисуса христа остались 12 учеников иисуса и еще пару человек иисус поворачивается к ним и говорит а вы почему не уходить берите и вы уходить они опустили головы и не знали что сказать вчера он исцелял позавчера изгонял бесов еще три дня назад он воскресил дочку одного священника петр опустил голову и все ученики тоже но нужно было что-то отвечать самым старшим из них считал себя петр он поднимает голову и говорит господи а куда нам идти куда нам от тебя эти у тебя глаголы вечной жизни и они остались с ним после всех слов которые он сказал они остались с ним и продолжали с ним идти и проповедовать евангелие крестить людей в воде как крестил иоанн помогать ему исцелять больных одержимых весами и проповедовать проповедовать слов потом он им говорит возьмите по двое разбейтесь и идите проповедуйте в разные селения если не будут вас там принимать разворачивайтесь идите в другое селение и они ходили и вдруг приходят радостные счастливые говорят мы видели как сам сатана спал с неба люди исцелялись бесы уходили из людей и не такие счастливые он им говорит чему вы радуетесь не этому нужно радоваться а что ваши имена записаны отныне в книге жизни и вот эти ученики ходят всего не понимают но продолжает ходить за ним потому что у него глаголы вечной жизни и наконец-то приходит день прощальной вечери три с половиной года миновала он им говорил что его распнут что его будут побивать камнями в него будут плевать его будут избивать и мучать его а потом конце концов распнут его и вот тот самый вечер они собираются и вечеря господня они собрались в пасхальную ночь для того чтобы попрощаться с христом потому что он говорит завтра меня уже с вами не будет и я хочу с вами последний раз сесть и поужинать говорит он и ученики садятся с ним никого другого больше нет нет ни других учеников ни третьих ни пятых есть только 12 апостолов избранных иисусом христом которые не отвернулись и не оставили его однако один из них предатель и он им скажет это сейчас и они будут спрашивать друг друга и у него не я ли господи тот о ком ты говоришь они не знают кто предаст иисуса христа но христос знает петр клянется господи я за тобой в огонь и в воду я везде пойду за тобой на смерть а он ему говорит сегодня ночью ты трижды отречешься от меня и вот они сидят эти двенадцать ничего не понимает каждый думает на себя иисус что называется их поставил в такое положение что один среди них предатель они не знают кто петр говорит я буду за тобой идти везде он говорит ты будешь отрекаться три раза сегодня ночью от меня и не все сидят и опять опустили головы свои как это все можно слушать и вот иисус берет хлеб ломает его и говорит им вот тело моё ломимая за вас это будете делать теперь в мое воспоминание и сказано вас благодарил преломил и раздал и вдруг у учеников открывается глаза вот о чем говорил христос когда сказал вы должны есть мое тело и пить мою кровь он преломил хлеб и сказал тело мое за вас ломимая вы будете принимать причастие когда я уйду вы будете молиться над хлебом и это будет таинство и вы всего не понимаете и не нужно вам понимать потому что если начну вам объяснять вы все равно не поймете небесного просто делайте как я вам сказал преломил и раздал и они ели потом взял чашу и сказал сия есть кровь моя за вас проливаемая кровь нового завета и это делайте тоже всегда вспоминаемые страдания и дал им чашу и сказал чтобы каждый из них принял ее и наконец-то прозрели ученики поняли что не нужно быть людоедом для того чтобы быть в царстве божьем что иисус говорил о духовных глубоких вещах как много людей сейчас не понимает того что написано в библии а некоторые как можно читать эту глупую книгу но вопрос стоит не в том что она глупая а в том что они не могут принять того что там написано они не готовы и ученики были не готовы принять то что и христос сказал ешьте мое тело и пейте мою кровь но они не могли уйти от нам от него потому что доверяли ему они понимали что что-то наверное непонятные неясные но ему можно доверять несмотря на свои сомнения печали и переживания они продолжали ходить за иисусом христом не все понятно не так все легко было не так все просто но они продолжали идти за иисусом христом потому что знали что он знает о чем говорит у него глаголы вечной жизни и наконец-то в последнюю ночь прощальную ночь он открывает им тайну и подает им тело свое и кровь свою горит сие творите в мое воспоминание доколе я снова приду и прозрели и стали так делать делали сами научили других и до сегодняшнего дня церковь принимает причастие святое божье причастие прикасаясь тела и крови господней и мы сегодня пришли с вами именно для этого дела и может быть ты чего-то не понимаешь просто доверяй христу и может быть что-то не укладывается в твоей голове когда он говорит возлюби врага своего и ты думаешь как их можно возлюбить наших с вами врагов сейчас он будет возлюби и ты не понимаешь этого но ты должен взять и возлюбить он говорит прощайте их а ты не можешь простить прощать чтобы и вам быть прощенными простите и вы как вы будете прощать так и вас простит бог и не вкладывается как их можно этих убийц и насильников прощать как можно этих которые пришли на нашу землю и чинят такое убийство и такую ненависть и предательство и кровопролитие насилия как можно их прощать он будет прощать и у меня в голове не укладывается однако я понимаю он сказал я должен делать я всего не понимаю до сегодняшнего дня я читаю библию и многого не понимаю как так можно делать как так можно поступать как можно кому-то одолжить деньги и не ждать что он их вернет а он говорит да одолжи и не жди просто верь ему и все вот просто все что он говорит просто бери и верим и в этом заключается вера если ты чего-то не понимаешь придет время ты поймешь он говорит но я воскресну в третий день и они не понимают о чем он говорит но они поймут когда они будут закрыты сидеть в своем доме страхи и в ужасе потому что учителя их него распяли и гроб запечатан и они остались ни с чем и их тоже ищут и вдруг прямо в их не комнате является иисус христос и горит потрогайте меня вложите пальцы в мои раны если не верите что это я и он садится и есть вместе с ними и горит я же предупреждал вас что меня распнут на третий день я воскресну и они плачут и обнимают друг друга они не сами они не одни вот он пришел как и обещал и они не понимали то они просто в это верили и просто этого ждали а потом он им говорит я не оставлю вас сиротами я пришлю вам духа утешителя который научит вас и наставит на всякую правду который научит вас читать слово божье вам станет все понятно вы все поймете но до того времени не отлучайтесь от ируссана и они ждали когда христос поднялся на их не глазах на небеса они сидели в иерусалиме и ждали когда придет тот обещанный дух святой которую пообещал им христос и как это она непонятно но вдруг поднялся сильный ветер и гром и там где они все находились и сидели вдруг явились огненные языки и зависли над каждым из апостолов и учеников иисуса христа и в этот момент они стали говорить иными языками и дух святой вошел в них и у них вместо страха появилась удивительная смелость и они вышли прямо на площадь где хотели их схватить и убить они выходят и ничего не боятся они не знали как это придет дух утешитель они не знали как это он возьмет и наставит и научит их но они выходят к этим людям а там на пасху собрались тысячи десятки тысяч людей со всего мира и они становятся в центре площади и начинает гореть на каждом наречии и на каждом языке тех людей которые пришли и они не могут понять эти люди как ведь не все ли они галилеяне как они знают наши языки эфиопы египтяне как они знают наш язык и говорят так чисто даже с нашим акцентом мы всего не понимаем но то что нам нужно это доверять нашему иисусу христу ты не понимаешь зачем тебе нужно входить в воду как вошел и он окунаться в эту воду и а потом бог говорит а теперь твое имя записано в книге жизни и ты заключил со мной завет что разве просто окунуться и все и уже завет на небе заключенный мое имя в книге жизни да я не понимаю господь да сейчас ты этого не понимаешь просто верь никодим приходит ведь я хочу родиться свыше как мне это сделать неужели мне войти опять в утробу матери чтобы заново родиться иисус говорит нет тебе нужно родиться от воды и духа святого и тогда ты родишься свыше и тогда ты сможешь наследовать царствие божье и в заключении он говорит кто не будет есть мое тело и не будет пить моей крови тот не имеет части со мной на небе кто не будет причащаться тела и крови господни не имеет с ним части на небе это его заповедь доколе он придет поэтому каждая церковь собирается вместе для того чтобы принимать причастие и мы сегодня с вами собрались тоже для этой цели и мы будем вспоминать какой дорогой ценой тебе и мне досталось спасение бог простил меня и тебя на себя взял наши грехи беззакония и смерть который должны были заслужили мы он взял ее на себя и умер этой смертью и воскрес что показать нам что и мы воскресли вместе с ним первенец иисус а потом иисуса вы тех кто верует в него мы с вами пришли сегодня вспомнить о страдании христа ты к этому ничего не приложил ты ничего не можешь к этому добавить он все сделал сам за тебя и меня и все что тебе надо просто верить представь себе не денег не богатство не отрешиться от этого мира и закрыться в монастыре этого ничего не надо будет ты просто веру в меня и спасешься ты и весь твой дом слава нашему господу и мы пришли сегодня вспомнить что он говорил мы с листовым вспомнить что он страдал и умирал на кресте за нас и праведность у нас с вами не наша наша как запачканная одежда его праведность которую он дал нам а наши грехи взял на себя как можно пройти наплевательски мимо креста божьего там где распят за тебя имени иисус и мы сегодня здесь чтобы показать богу мы веру господи мы причащаемся вечери господни имеет право участвовать только те кто принял и заключил с богом завет в зрелом возрасте не те кого покрестили в детстве потому что я не могли дать обещание доброй совести нашему богу как написано в слой божий но тот кто в зрелом возрасте сознательно может стать господи хочу заключить с тобой завет обещаю тебе добрую совесть верую в тебя иисус и тогда ты становишься членом поместной церкви или какой-либо другой церкви и ты можешь принимать причастие законно принимать причастие поэтому если вы не на замечание не на отлучение в мире с братьями и заключили завет с господом в сознательном возрасте являетесь членом поместной церкви или других церквей вы можете принимать причастие я буду читать и слово божие которое записано в первом коринфянам 11 главе это пишет апостол павел который не был на вечере господней и в то время он был среди тех людей которые ненавидели христа и плевали он был тот человек который ходил по городам и искал поклонников иисуса христа верующих в иисуса и влачил их для того чтобы их казнили и судили но вот господь остановил его на дороге явился ему и сказал савл савл почему ты меня гонишь и савл спросил у него кто ты господи он говорит тот иисус которого ты гонишь отныне будешь служить мне и имя твое будет павел из того момента павел один из самых известных проповедников в мире больше всего в библии проповеди и послание апостола павла он не был на вечере господней но вот он пишет 11 глава с 23 стиха ибо я от самого господа принял нет учеников его не по рассказам свидетелей сам бог сказал ему то что и вам передал что господь иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал примите идите сие из тела мою за вас ломимая сие творите в мое воспоминание вас благодарил и преломил а и вижу как рассвета нежный и 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 Только ты один, о, Боже. Слышу, как осенний ветерок Поет песню холодную прохожим. Но на свете мне всего дороже, Только ты один, о, Боже. Лишь только ты один, о, Боже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детской ручки нежное тепло, И людей, и жизнь люблю я тоже. Но на свете мне всего дороже, Только ты один, о, Боже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok